Батареи холодные. И когда будет тепло, непонятно. Чтобы не замерзнуть в собственной квартире, Татьяне Пономаревой с полуторагодовалой дочкой сутками приходится греться под кондиционером. Сплит-система постоянно работает на обогрев. Счет за электричество вырос почти в два раза. Но без этого температура в квартире не поднимается выше 15 градусов. Холод. Не раздеть, не искупать ребенка. Воды горячей нет, тазики нагрей. Это просто издевательство над жильцами. Почти 6 тысяч жителей микрорайона имени Жукова, или как его называют в Краснодаре, Энка, в отопительный сезон стали заложниками котельной, питающей 14 многоэтажек. После смены собственника новый владелец, несмотря на опустившиеся температуры, до сих пор не подает в дома тепло. При этом главы городов и районов, в том числе Краснодара, успели доложить губернатору о стопроцентной готовности к холодам. Поэтому оправдания теперь выглядят как минимум нелепо, замечает Вениамин Кондратьев. В этой ситуации нужно быть не только умным, но и смелым. Сегодня, знаете, умных много, а смелых мало. Вот это проблема сегодня. Поэтому мы и страдаем. Потому что мы все хотим себя прикрыть. Потому что слишком умные. А люди, которые сегодня один на один с холодом в квартирах, вот они без вины виноваты. Понимаете, собственники борются за собственность. И отвечает каждый за свою собственность. А мы с вами отвечаем за жизнь людей. Поэтому здесь просто на чаше весов несовместима, несоразмерна. Зона ответственности их и ваша, и наша в том числе. Решить вопрос с котельной в Краснодаре пообещали в течение суток. Опоздали с отоплением и в горячем ключе. Люди писали жалобы в краевую администрацию. По их словам, местное педиатрическое отделение оказалось без тепла. Неужели больница без тепла? Это же просто уже вопиющий случай, я бы сказал. Вениаминович, на сегодняшнее утро действительно у нас не было обеспечено газом три котельных. Одна из которых питает поликлинику города Горячий ключ. Видимо отсюда и есть педиатрическое отделение. Это у нас Горячий ключ. Это курорт, где мы говорим межсезонье, и Горячий ключ должен заполняться, как курорт межсезонья. А куда там заполняться, если там холодно? Неважно сколько объектов, даже хотя бы один или маленькая квартира без тепла, это уже ЧП. А мы говорим, что сегодня что-то включат. Мозги, коллеги, включать надо просто мозги. Человеческие мозги. Они чиновничьи. Несмотря на то, что к первому октября по поручению губернатора все системы в регионе должны быть готовы к подаче тепла, в некоторых населенных пунктах до сегодняшнего дня люди оставались один на один с холодами. Правда, после совещания Венимина Кондратьева сразу появились и возможности обогревать дома. Все отопительные периоды постановления главы было принято, запущено, но часть котельных из-за неплатежей не были запущены. Вот сегодня Черноморский с теплом или без тепла? Через буквально 2-3 часа тепло будет. Коллеги, ну вот, а до этого люди реально... Делайте кадровые выводы по тем замам, которые курируют эту сферу. По-другому я не вижу сдвижки с этих вопросов. Все замы глав вот этих районов, которые не дали тепло, должны быть освобождены от занимаемых должностей. В течение минимум вот этих суток. Стало известно, что своих постов должны лишиться заместители глав, курирующие сферу ЖКХ в трех районах. Северском, Кущевском и Горячем Ключе. Ответственные за срыв отопительного сезона, а в каждом конкретном случае, уверен губернатор, обязаны отвечать в суде. В том числе и теплоснабжающие компании. Большинство задержек с подачи горячей воды в крае связано с долгами предприятий за газ. На сегодняшний день порядка 2,5 миллиардов задолженностей в целом по краю. Задолженность формируется у нас теплоснабжающими предприятиями. Население в этой части рассчитывается достаточно оперативно. Технических вопросов на сегодняшний день нет. Все котельные и системы теплоснабжения технически готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Срывы, если обратили внимание, все произошли исключительно по организационным и финансовым вопросам. Почти 500 миллионов рублей задолжала одна из крупнейших теплоснабжающих компаний в регионе АТЭК. Предприятие обслуживает котельные в пяти районах края. Из-за долгов ей ограничивают подачу газа, значит нечем и греть воду в котельных. Ситуация повторяется из года в год. Губернатор напоминает руководству компании. Это не просто бизнес, а социально направленная работа. Вы взялись за теплоснабжение жителей. Я вам гарантирую, если вы не отрегулируете вопрос с теплоснабжением, вот по и Новороссийску, и другим городам, они мне здесь перечислены, то теплоснабжением вы больше заниматься не будете. Притом скандал будет грандиозный, вплоть до возбуждения уголовных дел. Просто вот так тоже, вот безответственно никто из вас не уйдет. Один из реальных способов расплатиться с долгами и продолжать модернизацию сетей – заключение концессионных соглашений. По пути государственного частного партнерства уже пошли в Ленинградском районе. За два года в развитие теплосетей котельных инвестируют 500 миллионов рублей. Сейчас же губернатор дал сутки на то, чтобы тепло появилось во всех городах и станицах края. Александр Иванченко, Валерий Ашурко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Калининский район.